Сейчас у каждого доктора, наверное, в среднем по 8 пациентов в бюджет. И вот ты уходишь постоянно от одного к другому, от одного к другому, от одного к другому. Заведующий сказал, что будьте готовы к тому, что внезапно может приступить звонок, чтобы вы быстро приезжали из дома и пойдете в зону. То есть составили первый список того, кто, так сказать, кого не жалко, то есть у кого меньше всего детей, у кого кто самый молодой. После 6 часов в реанимации бумажная работа в зеленой зоне. В начале апреля Александра и Олега срочно вызвали на дежурство. Так молодые врачи оказались в красной зоне с ковидными пациентами. При этом Александр вообще еще был студентом меда. Летом окончил университет и поступил в ординатуру. Полгода парни не видели близких. Живут они в санатории для ковидных врачей. Сейчас вообще полгода уже точно я живу один. Есть девушка, с которой мы живем, она работает. Получается, что мы уже, наверное, видимся через шокбаум, по телефону, по ватсапу, общаемся. Это на протяжении какого времени? Ну, получается, 4 апреля. В кинотеатры, допустим, хочется ходить в кино, кинотеатры не работают. На фудкорте посидеть с друзьями. Да просто с друзьями повидаться сейчас проблема, потому что я не могу с ними тупо физически повидаться. После смены в красной зоне следы от маски держатся еще несколько часов. Наталья – медсестра. Работает в этой больнице уже 13 лет. С апреля с ковидными пациентами. Дома осталась пятилетняя дочь. Больше полугода Наталья общается с ней только по телефону. Через шлагбаума у меня перемахивались, переезжали и все. И вот, ну ничего, удерживают, спрашивают, когда ты домой придешь, когда ты вообще явишься, скучаю. А когда действительно? А мы не знаем. На этот вопрос действительно сложно ответить. Вторая волна коронавируса подбрасывает слишком много тяжелых пациентов. С каждым днем их все больше и больше. Какой-то антирекорд был. То есть за дневную смену, то есть за 6 часов у нас реанимация погибла только на нашем этаже около 5 человек. Иногда бывает, что обнадежишь случайно. То есть скажешь, что какой-то шанс есть того, что пациент поправится. Но, к сожалению, этого не происходит. Наталья говорит, из ее отделения уже переболел весь персонал. Девушка пока держится. У меня вот даже бабушка. Дегать, говорит, береза, говорит, нюхай на всякий случай. Во временах Леры она выручала. Только в этой больнице каждый день используют по 420 комплектов защиты. Это костюм, очки, бахилы, перчатки. Для сравнения, весной уходило всего 100 комплектов. В месяц здесь тратят 200 литров антисептика. На днях фонд социального содействия Александра Прокопьева предоставил в госпиталь антисептики 25 тысяч штук. Это 2,5 тысячи литров. Мы просто купаемся в них уже. Снимаем с себя что-то, опять руки погружаем. Снимаем с себя что-то, опять руки погружаем. И когда выходим из шлюза, уже руки обрабатываем спиртом, идем в душ, вымываемся, переходим в чистую зону. Культа от корнева в красной зоне не работает, зато каждый день распределяет до 150 передатчиков для пациентов. А еще отвечает на десятки звонков, когда надо узнать, в каком отделении лежит человек. Меня ночью разбудите, я могу телефон сказать всех отделения. За себя женщина не боится. Говорит, сейчас нужно разгрузить врачей. Ведь если они выпадут из строя, людей просто некому будет лечить. Маску, маску, маску одевает, перчатка, почаще руки мыт. К сожалению, этими простыми правилами многие до сих пор пренебрегают, пока коронавирус не коснется их семьи. А надо лишь надеть маску, выйдя из дома, чтобы эти врачи смогли как можно скорее обнять своих близких. Шесть часов в зоне, шесть часов отдыхаешь. Вот за это время, шесть часов сидишь у компьютера, готовишься к занятиям. Потом заходишь в зону, работаешь, выходишь, опять готовишься. Чуть-чуть спишь, и мне легче, чем людям там. Просто, которые там люди находятся, и в ЭО, которые даже просто на кислороде находятся в обычных отделениях, тяжелее сейчас. Самое сложное, наверное, в работе, это для меня лично. Когда мне приходится сообщать о гибели, там, мужа, жены, бабушки, там, брата, то они начинают рыдать мне в трубку, и у меня самого, то есть, так же ком в горле скапливается. Если ты смотришь на улицу, то люди не верят, потому что они этого не видят. Потому что не видно, когда с окошка смотришь, и папа там молодой человек, то есть, лет сорока, кричит, дорогая, живи. А ребенок в семи лет стоит на коленках и молится, просто плачет. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком.